В Санкт-Петербурге начата работа одного из самых авторитетных в мире событий Невского международного экологического конгресса, который проводится уже восьмой раз. Об опыте зеленой политики Якутии и о грядущих экономшествах в нашей республике расскажет Айсена Бурнашова. Данное мероприятие проводится под эгидой Совета Федерации и Межпарламентской Ассамблеи СНГ и проходит в Таврическом дворце. Девизом конгресса этого года является «Экологическое просвещение. Чистая страна». Восьмой конгресс посвящен важной теме – улучшению экологического образования населения. Сегодня эта тематика приобретает особую актуальность, ведь зачастую мы даже не задумываемся об утилизации простого бытового мусора. Более тысячи участников обсудили вопросы о сохранении здоровья населения, реализации системы обращения с отходами и внедрении доступных и наиболее успешных технологий. Еще одна новация этого года. Вместе с Комитетом по природопорудованию и охране окружающей среды мы включились в акцию «Позору батарей» и «Экобокс». В этом проекте участвуют абсолютно все школы города. Большое внимание уделяется участие наших детей после российских экологических акций. В Якутии один миллион квадратных километров составляют земли со статусом особо охраняемых природных объектов. Республика уже давно занимает одну из лидирующих позиций в России по обеспечению и сохранению экологической безопасности. И это понятно, ведь еще в мае 2005 года в Якутии был принят закон об экологическом образовании и просвещении. За эти 12 лет регион накопил большой опыт и сейчас делится эко-знаниями на международной арене. Действенным инструментом экологического просвещения, конечно, является 12-го бюджета. За счет регионального бюджета мы финансируем под программы по экологическому просвещению и образованию. Также на площадке особо охраняемых природных территорий наш сенатор Акимов Александр Константинович представит опыт работы Республики Сахая-Якутия по охране особо охраняемых природных территорий. Без агитации, без просвещения, без пропаганды зеленой политики невозможно достичь баланса сохранения зеленой природы и развития промышленности. Зеленые пионеры, акция «Природа и мы», ежегодные республиканские слеты и другие массовые эко-акции проводятся в Республике ежегодно. В текущем 2017-м финансовая поддержка вопросов экологии из бюджета Якутии составила 4,5 миллиона рублей. Новинкой в обеспечении экологической безопасности в регионе станут эко-боксы и раздельный сбор мусора. Сейчас уже разработана территориальная схема по размещению отходов. Ближе к августу этого года будет объявлен конкурс на поиск регионального оператора. В течение двух дней в Таврическом дворце спикеры и участники выработают реальные шаги по сохранению природы и совершенствованию экологического законодательства. Также пройдут тематические выставки и презентации. А в саду дворца состоится традиционная акция по восстановлению утраченных деревьев. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Санкт-Петербург.